все отлично 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 у полетели как мы долго все этого ждали как мы долго к этому готовились так все отлично все на месте ну что начинаем потихоньку спешить некуда ну мы долго ждали еще минутку можно подождать или уже все пора ура класс поехали давай так супер все готовы прекрасно так сейчас секундочку и так ребят мы все к этому очень долго готовились мы все очень долго этого ждали мы долго томили долго терпели готовились я знаю что здесь много собрал много многие уже собрали огромное количество чатов люди уже на низком старте все сидят никто не знает маркетинг все ждут чего-то невероятного и сейчас мы вам покажем что ребят это на самом деле очень волнительно это очень волнительно для нас всех не только для вас там в чатах люди писали что они так в загсе не волновались что перед родами так не волновались как сегодня кто-то там пишет почему я пишу от лица димы не тоже мне тоже непонятно почему ты пишешь наверное это лилия магомедова если это ты то тебе нужно перезайти выйди с аккаунта просто ну либо сиди от моего лица мне не жалко так звук плавать нас просто мам много поэтому могут быть какие-то проблемы чисто технического характера нас уже больше трехсот человек и так ребят мы все работали в матрицах все мы знаем о проблемах матриц все мы знаем как тяжело приглашать и мы очень долго думали над тем как решить все эти проблемы как вы думаете какие основные проблемы вообще в матрицах я вижу одни глаза димы это уже хорошо рефералы приглашение так приглашение лохотрон ага понятно все понятно приглашать приглашать бояться обмана все ясно дело не в этом я говорю немножко не об этом я говорю не о том что в чем трудность в приглашении я говорю о том почему трудно работать почему трудно работать почему лидеры выстраивают огромные к и теряют интерес поскольку вся их команда уходит в глубину юбка 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 назира пишет юбка юбка да вы абсолютно правы ребят самая большая проблема матриц заключается в том что растет юбка и каждый раз когда мы у нас уже выросла юбка когда нас уже там 500 человек тысячи человек и мы приглашаем личников они уходят куда-то в глубину мы перестаем на этом зарабатывать до зарабатывают наши партнеры да все здорово но человек теряет мотивацию к работе потому что он понимает что я пригласил я отработал а выплата куда-то ушла в глубину а хочется же динамики хочется постоянного движения хочется постоянного развития еще одна проблема ребят это клоны клоны это и наше спасение и наши помощники и наша большая проблема потому что они встают слоями их приходится закрывать еще одна проблема ребят это переливы переливы это очень круто с одной стороны но с другой стороны мы все слышим это постоянно встал под меня чужой человек мы всей командой его толкаем мы не можем никак его продавить мы его вытолкнули он ушел в следующий стол и встал не к нам то есть мы проделали адскую работу мы его всей командой выталкивали он не сказал даже спасибо он перешел в следующий стол к своему куратору закрыл кого-то другого и и все и наша работа осталась не возблагодаренный и так давайте поговорим о том как мы решали эти проблемы управляемые клоны эта тема даша пишет я согласен в любом случае даже если клон управляемый он стал и под него нужно поставить 6 человек чтобы он закрылся и ушел в любом случае я вам сейчас буду потихонечку показывать маркетинг и буду рассказывать вам о том как мы решали эти проблемы единственное что я не хочу вам сейчас показывать все описание я не хочу вам показывать pdf полностью потому что уже после вебинара это пдф к будет в общем доступе вы сможете сами все изучить там все очень красиво расписано там все очень доступно расписано но я хочу рассказать вам своими словами я хочу просто открыть сейчас столы сразу же перейти к делу и рассказать вам о том как мы мыслили почему мы так мыслили и какое решение мы по итогу приняли и вам покажу уже результат сейчас я пролистаю просто страницы вы их потом изучите и вы все поймете сами а сейчас я вам просто расскажу преимущество суперстар инновационный динамический ремаркетинг сложные слова непонятные на первый взгляд слова что они значат это значит что наш маркетинг будет цикличным он не будет расти в глубину у него нет юбки понимаете пока не понимаете уникальная технология комет что такое кометы вроде бы тоже вроде все понятно но с другой стороны ничего не понятно правда кометы мы вводим абсолютно новое понятие в матричном маркетинге которые мы решили назвать кометы вы можете называть это по-другому я вам скажу как как я это называл изначально но мы просто решили что такое понятие вводить в сам маркетинг как бы ну не очень красиво но она по смыслу подходит немножко больше еще одно наше преимущество это ну самый доступный вход 100 рублей 100 рублей есть у каждого любого человека можно пригласить на 100 рублей никто вам больше не скажет что 500 рублей это много 500 рублей это риски 500 рублей это как бы перебор 100 рублей ребят 100 рублей вход вход в площадку где зарабатывать можно огромные деньги я вам сейчас покажу суммы которые там будут они есть по 5 рублей матрица николай пишет ну прям а сколько там заработок 25 ладно неважно в суперстар ребят нет накоплений нет накоплений все сто процентов уходят в сеть то есть я пригласил человека и я забрал все что он внес здесь не уходит ничего никуда все что вы приводите в структуру все сразу же уходит вам все сто процентов идут в сеть вернее даже не сеть они идут вам конкретно вам за каждого вашего личника за каждого вашего личника вы получаете 100 процентов от суммы его депозита 100 не 10 не 50 не 70 100 процентов вы получаете с абсолютно каждого человека которого вы привлекли в проект абсолютно каждого круто и еще один очень важный момент достаточно всего одного партнера для того чтобы вы двигались по столам один партнер не два не три не пять не команда 150 тысяч человек один партнер позволяет вам двигаться по столам и зарабатывать доход равен стоимость места умноженное на 3 то есть вход 100 рублей с круга 300 300 рублей 300 процентов ну и выплаты конечно мгновенные то есть вы поставили человека он нажал кнопочку купить денежка тут же прилетает вам на баланс как работает вывод нашей компании мы все прекрасно знаете вывод приходит очень быстро итак ребят барабанная дробь поехали супер стар первый уровень у нас не стал и у нас уровне что мы видим мы видим семиместную матрицу в которой мы убрали плечи здесь нет плечей здесь есть только одна первая линия и все больше нет ничего мы заходим в матрицу вход в нее стоит 100 рублей мы заняли первое место под нами четыре свободных места как только мы ставим своего первого партнера нам на счет приходит сразу же 100 рублей ставим еще одного партнера еще 100 рублей ставим третьего партнера ребят еще 100 рублей то есть здесь ничего не уходит в накопление здесь нет накопления здесь нет долгих переходов здесь нет ничего такого к чему мы привыкли мы полностью хотим поменять мир матриц я думаю что с этим маркетингом нам это удастся когда мы ставим 4 человека у нас происходит реинвест мы все привыкли к тому что у нас реинвест идет вниз под наших лично приглашенных тем самым у нас всегда разрастается юбка здесь такого не будет реинвест идет наверх реинвест идет к нашему пригласителю то есть у нас создается снова новый стол четырехместный где под нами снова четыре ячейки пустые и все начинается снова еще один человек выплата еще один человек выплата еще один человек выплата реинвест снова по Еще один человек выплата, человек выплата. Понимаете, в чем суть? Если у нас в площадке Stars мы должны были пригласить троих людей для того, чтобы получить первую выплату, которая равна 100% от суммы вноса. И дальше у нас еще три места мы занимали для того, чтобы перейти в следующий стол. Шло накопление. Здесь этого нет. Здесь идут выплаты постоянные. То есть у вас процесс будет крутиться, как в стиральной машинке. То есть человек зашел, нажал кнопку купить, деньги пришли вам на выплату. Сейчас очень важный момент. Заострите на этом свое внимание. Если представить, что у нас всего один активный партнер, то есть то, о чем мы говорили, что здесь движение идет даже если у вас есть всего один активный партнер. Или я ты чат-то включил? Зачем? Включай, брат. Если мы поставили всего одного активного нашего партнера и он встал нам в левую ногу, когда он под собой закрывает все четыре места, у него происходит реинвест. И он встает к нам же во второе место. К нам же. Он не идет никуда. Он не идет вниз под свою структуру. Он встает к нам. Мы его пригласили. И нам снова приходит выплата. Он закрывается еще раз, закрывает под собой все четыре места. У него снова происходит реинвест. И он встает к нам в третью ногу и закрывает нам снова выплату. Снова приходит выплата 100 рублей. Он закрывается еще раз. И к нам приходит он опять же в четвертое место, давая нам реинвест. Мы появляемся также у своего курактора. И он, когда делает снова реинвест, он снова попадает к нам в матрицу. Он не может нас обогнать. Он не может уйти выше. Он не может уйти в сторону. Он не может уйти никуда. Наш лично приглашенный остается с нами всегда. Он не может нас обскакать. Как же у нас происходит движение по столам? Вы же понимаете, что это всего лишь первый уровень. Значит, есть и остальные. А те из вас, кто посещает вечера с админами, уже подсмотрели случайно. Илья обмолвился, что у нас их будет 10 столов. Когда у нас проходит первый круг, то есть мы встали. У нас заполнился первый круг. То есть встал один человек, второй человек, третий человек. Мы получаем выплату с каждого из них. Когда у нас произошел первый реинвест, со второго круга мы не получаем выплаты. У нас идут накопления. То есть у нас три места следующие дают нам переход во второй стол. При этом нам не нужно ждать полного закрытия всего стола. Как только у нас закрылись первые три места, у нас сразу же открывается второй стол. При этом первый стол еще не закрылся. То есть у нас потом он закроется, произойдет реинвест и все пойдет по новой. И когда у нас произошло накопление, мы переходим во второй стол. Тут нужно уточнить, что у нас есть возможность покупать все столы, но их нельзя купить, как это у нас в Старс. Что можно купить первый стол и четвертый стол. Первый и восьмой. Здесь можно купить все столы, но только последовательно. То есть первый, второй, третий, четвертый, пятый. К примеру, если вы зашли сразу же на три стола и у вас первый круг прошел и начинается второй круг, с которого должны происходить накопления. Во время второго круга система проверяет, если у вас стол уже куплен, то у вас накопления не происходит. То есть вы сразу же со второго круга начинаете получать вознаграждение. И так происходит бесконечно. То есть вся ваша структура работает, закрывается. Независимо, вы может быть открыли уже и первый, и второй, и третий, и пятый, и седьмой стол. Но ваша структура также крутится в первом столе и у вас постоянно идут выплаты. Эти 100-рублевые выплаты приходят вам постоянно. Итак, мы закрыли первый стол и вышли во второй. Второй стол у нас стоит 300 рублей. И здесь у нас происходит то же самое. То есть встал один человек, 300 рублей на вывод. Встал второй человек, 300 рублей на вывод. Встал третий, опять же 300 рублей на вывод. Встал четвертый человек, реинвест к нашему куратору и опять по кругу. Это называется, ребят, ремаркетинг. То есть это цикличность в каждом столе. Каждый стол работает бесконечно, принося вам постоянно выплаты. Постоянно, они не заканчиваются. Здесь нет того, что мы поставили и у нас какое-то накопление происходит. Мы ждем чего-то. Что-то там у нас не складывается. У нас постоянно с каждого человека нам приходят выплаты. С каждого абсолютно человека идут выплаты. Второй круг у нас проходит. Мы получили реинвест. У нас проходит накопление со второго стола. При условии, что у вас третий стол еще не открыт. И мы переходим в третий стол. Третий стол, как вы уже догадались, стоит 900 рублей. Здесь происходит все то же самое. Первый партнер 900 рублей на выплату. Второй партнер 900 рублей на выплату. Третий партнер 900 рублей на выплату. И так до бесконечности. Четвертый человек встает, реинвест и все по кругу. Опять же, система проверяет на втором круге. Если у вас четвертый стол не открыт, значит происходит накопление и переход в четвертый стол. Если четвертый стол у вас уже куплен, значит у вас идут постоянно выплаты по 900 рублей. Екатерина спрашивает, есть ли нет партнеров. Сейчас мы к этому вопросу плотно подойдем. И мы, ребят, переходим с вами в четвертый стол. И здесь начинается кое-что интересное. Четвертый стол стоит 2700 рублей. Когда у нас встает первый партнер, мы получаем 2000 рублей на вывод. Второй партнер 2000 рублей на вывод. Третий партнер 2000 рублей на вывод. Четвертый партнер встал, реинвест и все по кругу. Но здесь у нас, вы уже, наверное, обратили внимание, появляются клоны. Клоны у нас идут в нашу базовую матрицу, которая называется Stars. С каждого места вы получаете еще по одному дополнительному клону в Stars. И здесь мы с вами видим две кометы в левел 1. Что это такое? Что такое кометы? Если говорить так, как мне это пришло в голову, кометы это клоны самоубийцы. Кометы это клоны с камикадзе. Кометы, клоны, которые рождаются, живут и умирают только ради вас. Они созданы для того, чтобы принести вам выплату. Комета летит в первый стол. Комета первого левела летит к нам в первый стол. Но она не летит к нам. Комета может прилететь только в нашу первую линию и в нашу вторую линию. Комета встает, занимает место под нашим лично приглашенным. Давая ему выплату и закрывая за него место. Но комету не нужно закрывать. Это не клон. Клон, он по идее занимает место, под ним образуются еще 4 места, которые мы должны закрыть своими личниками. Который нам по идее, который потом куда-то уйдет дальше и мы забудем про него. Кометы идут в суперстарс. Да, в первую линию. Кометы идут в суперстарс в первый стол, который стоит 100 рублей. Но они идут только в нашу первую линию. То есть к тем людям, которых пригласили лично мы. И они идут во вторую линию. То есть они летят к тем людям, которых пригласили наши личники. В третью, четвертую, пятую, шестую и так далее. Наши кометы уже не летят. Сделано это для чего? Для того, чтобы у нас не было проблем с тем, что Вася пригласил Машу, Маша пригласила Ксюшу, Ксюша пригласила Наташу. Наташа пригласила Сережу, Петю, Колю и Витю. И вот эти четверо не делают ничего. И все наши кометы летят им. Закрывают только их. То есть мы работаем со своей первой линией. Помогаем им. И помогаем нашим личникам двигать их структуры. Кометы летят в порядке очереди. Что это значит? У вас создалась матрица в первом столе. К примеру, у Ани создалась матрица в 15.01. У Ильи создалась матрица в 15.02. У Антона создалась матрица в 15.03. Мои кометы полетят сначала Ани. Закроют ее. Так как у нее матрица закрылась и создалась новая, у нее время создания матрицы будет уже старше. То есть она уже будет, например, в 16.10. Соответственно, потом будет в очереди стоять Илья. У него в 15.02 матрица создалась. Закрылась. Улетела назад в очереди встала. То есть в порядке очереди будет получать кометы абсолютно любой человек, который находится в моей первой линии и в моей второй линии. То, что находится глубже, моя третья линия будет получать кометы от моей первой линии. Моя четвертая линия будет получать кометы от моей второй линии. И так далее. У нас будет банк комет. То есть ваши кометы будут копиться. Вам не обязательно выпускать кометы сразу. То есть вы можете подгадать, подкопить их и потом все скопом выпустить. Но полетят они в порядке очереди. То есть они будут заполнять по времени создания. У кого матрица создалась раньше, кто дольше ждет, тот и получит кометы в первую очередь. Таким образом, мы решаем проблему того, что всегда есть люди, которые говорят, я уже вот неделю жду, клонов нет, мой куратор меня не любит, клонов раздает всем подряд, а меня вот такого вот не замечает. Я вроде как стараюсь, но он меня не видит. Здесь кометы будут лететь автоматически, занимая места в порядке живой очереди, давая выплаты каждому партнеру, который находится у меня в первой и во второй линии. Так, с кометами разобрались. Я так понимаю, что вам это понятно и судя по вашим эмоциям, вам это нравится. Это здорово. Итак, в четвертом столе все происходит точно так же. Мы получаем выплаты, выплаты, выплаты. Если у нас пятого стола нет, второй круг после реинвеста у нас происходит накопление. Мы накопили денежку и переходим, открываем уже пятый стол. Здесь у нас с каждого места, с каждого нашего партнера мы получаем уже по 5000 рублей. Я говорил о том, что вы представьте, что у нас вход в 100 рублей. 100 рублей, которые нам возвращаются сразу же на карман. Какую можно построить армию? Дойти до пятого стола здесь сможет каждый. Каждый. До пятого, до десятого стола здесь человек при желании работать может дойти очень быстро. Здесь у нас 5000 рублей вывод с каждого места. Каждый человек заходит к вам в пятый стол и говорит, будьте добры, распишитесь, получите 5000 рублей. По одному клону также летит в М1 Старс. И здесь у нас уже появляется по 5 комет в каждом месте. 5 комет первого уровня летят и закрывают наших личников и личников наших личников. Система та же самая. Четвертый стол, четвертое место, происходит реинвест, закольцовка. Система проверяет, шестого стола у вас нет, происходит накопление. Если шестой стол есть, получаем дальше выплаты. Переходим на шестой стол. Здесь у нас с каждого места мы получаем уже по 12 тысяч рублей. Я напоминаю, что вход нам обошелся в 100 рублей. 100 рублей. 12 тысяч рублей мы получаем с каждого места. С каждого, абсолютно. По три клона у нас летит в М1 Старс. С каждого места три клона. То есть закольцовка произошла, клоны полетели. Закольцовка произошла, клоны полетели. И так до бесконечности. Так, можно ли сразу купить пятый стол? Вы можете купить все столы последовательно, хоть до десятого. Пять комет, ребята, у нас появляется второго левела. Что это значит? Что теперь у нас кометы отсюда летят нашим личникам уже не в первый стол, а во второй. Там, где люди зашли за 300 рублей, либо уже перешли из первого стола, вышли и стоят. У кого-то какие-то проблемы, кто-то еще не успел пригласить. Да просто это будет очень динамичное движение. Чья приглашают, троих пригласил, четвертого не успел. Бам, чья-то комета прилетела, я закрылся, реинвестнулся, перешел. Ну, это будет просто бомбическое движение. Это будет очень мощно. С каждого места мы получаем также по пять комет уже во второй стол. Во второй они летят. 15 комет вылетают и закрывают наших личников. Они получают нам выплаты и боготворят своих кураторов, потому что нам теперь не нужно закрывать эти кометы. Мы просто получаем выплаты, потому что у нас крутой куратор, потому что он работает, потому что он зашел на пятый, шестой, седьмой стол, потому что у него есть лидеры, потому что он работает, потому что он зарабатывает и помогает зарабатывать нам. В этом смысл. Так, система та же самая. Закрыли первый круг, произошел реинвест, система проверяет. Стола нет, значит накопление. Если стол куплен, значит выплаты. Переходим на седьмой стол. В седьмом столе, ребят, тридцаточка. Тридцать тысяч рублей с каждого места вылетает нам на карман. Тридцать тысяч рублей. Шесть клонов летит в М1 Старс. Шесть. Десять комет летит во второй уровень. Десять. То есть в общей сложности седьмого стола у нас тридцать комет вылетает во второй стол. При этом нужно не забывать, что у нас движение идет и в первом, и во втором, и в третьем, и в четвертом, и в пятом, и в шестом столах. И наши кометы летят постоянно. И в первый уровень, и во второй уровень. Они закрываются постоянно, давая нам динамичное движение всей структуре. Вся структура зарабатывает. Вся структура получает свои кометы. Вся структура получает клоны. Они летят в Старс. То есть это будет просто неимоверное движение. Я думаю, что такого движения вы еще не видели. Так. Елена, если нет личников, нет комет. Первое. Если нет личников, то вы не дойдете до четвертого стола. Сейчас я к этому моменту вернусь. Но очень важный момент. Вы кометы можете покупать сами. То есть у вас в каждом столе будет кнопочка «Купить кометы». Хотите вы кому-то помочь? Купили и закинули кометы. Не хотите дожидаться. Седьмой стол закрылся. Реинвест тоже самое. Проверяет система. Если стола нет, значит накопление. Переходим в восьмой стол. Смотрим внимательно. В восьмом столе наш доход составляет 65 тысяч рублей с каждого места. С каждого места. 22 клона в М1 Старс. 22 клона. И один клон летит в Авто Старс. Помните, мы говорили о том, что те люди, которые заходят у нас на самом старте в Авто Старс, не пожалеют об этом. Так вот теперь каждый личник, который у вас заходит в Супер Старс, я немножко сейчас забегу вперед. Каждый ваш личник будет получать по 15 клонов в Авто Старс. По 15. И все это будет идти вам в структуру и закрывать вам места в Авто Старс, продвигая вас к автомобилю вашей мечты. И здесь у нас появляются кометы, которые летят уже в третий стол. Кометы третьего левела. Они вылетают и закрывают нам тех людей, которые вышли в третий стол. Кометы здесь уже летят в стол, который стоит 900 рублей. Закрывая наших партнеров, выталкивая их к нам в четвертый стол. И они нам также будут давать снова кометы в четвертом столе, кометы первого уровня. Ну и также, соответственно, будут давать нам выплаты. Если у вас нет мест еще в Авто Старс и в Старс, и вы зашли только в Супер Старс, то ваш куратор, который вас пригласил, расставит вас у себя в структуре. То есть у вас автоматически появятся места и в Авто Старс и в Старс. То есть хотите вы этого или не хотите, вы будете участвовать везде. Вам понравится. Вам точно понравится, когда вы зашли просто в Супер Старс и через месяц получили автомобиль. Классно же. Так, получаем по 65 тысяч рублей с каждого места. С каждого места мы получаем по 65 тысяч рублей. На четвертом месте у нас происходит реинвест. Ну, система работает везде одинаково. Проверяем. Если есть девятый стол, значит у нас накопление, ой, выплаты. Если девятого стола нет, значит копим, переходим на девятый стол. В девятом столе, ребят, у нас начинается очень все интересно. 145 тысяч рублей мы получаем с каждого стола. Вышел личник, 145 тысяч в карман. Вышел второй человек, 145 тысяч в карман. С третьего человека, ребят, точно так же. 145 тысяч рублей в карман. 44 клона летит в М1 Старс. Два клона в Авто Старс. И 20 комет третьего уровня. 20 комет. 20 комет третьего уровня. Представляете? С каждого места. То есть один раз вы прошли цикл в девятом столе, у вас 60 комет вылетело и позакрывало всех ваших личников, которые стоят у вас в третьем столе. Они все вышли в четвертый стол, закрыли вас там, вы вышли в пятый. Получили опять же кометы, получили выплаты, получили клоны. Так. Пишет Олеся. В прошлый раз так же говорили. Прошло два месяца, автомобиль так никто и не получил. Интересная у вас информация. Наш проект работает всего полтора месяца, автопрограмма две недели. Поэтому непонятно, кто у нас через два месяца должен был автомобиль получить. Но не суть важна. Так, ребята, мы переходим к финальному, десятому столу. Здесь уже не будет никаких накоплений, поскольку стол финальный. Здесь мы с каждого места получаем 370 тысяч рублей. 370 тысяч рублей мы получаем с каждого человека, который выходит к вам и дает вам выплату. 62 клона летит в М1 Старс. 2 клона летит в Авто Старс. И по 20 комет у нас летят в левел 1, в левел 2 и в левел 3. С каждого места 60 комет. После четвертого человека у нас здесь происходит реинвест и мы проходим все то же самое. Здесь никаких накоплений быть не может. Это финальный десятый стол. Поэтому здесь все идет сразу же на выплату. И хотелось бы сейчас подытожить. Сейчас загрузится последний слайд. Что-то он очень долго загружается. Да, там отдельные фоточки. Просто у нас к PDF это не прикреплено. Пока загружается, почитаю вопросы. Так, итог, ребят. По прохождению всех уровней, я повторюсь, что это посчитано с учетом того, что мы не учитываем того, что вы закрылись, перешли в следующий стол и у вас первый стол продолжает вам давать выплаты. Перешли в третий стол, у вас второй стол продолжает давать выплаты. Мы посчитали, как будто у вас один стол, вы его отработали и он, ну как бы все, больше не приносит вам прибыль. На самом деле он прибыль приносит. Мы получаем 81 комету первого уровня, 105 комет второго уровня и 150 комет третьего уровня. С прохождения одного места, без учета цикличности, без учета ремаркетинга. Клонов, мы получаем 417 клонов в Stars. 417. Вы представляете, какое движение можно навести у себя в структурах? Даже если вы не участвовали до этого в Stars, у вас появляется 417 клонов. Это позволяет вам дойти как минимум до шестого стола и собрать там все бонусы. Только своими клонами, без учета того, что у вас есть личники, которые также получают 417 клонов и двигают вас. Мы получаем 15 клонов в AutoStars. 15 клонов в Америке, которые сейчас уже зашли. Представляете, какие можно здесь делать выплаты? Какие можно получать деньги? Как быстро можно строить структуру? Я думаю, что многие из вас уже придумали для себя стратегии входа. Я думаю, что сейчас у многих сложился пазл, почему некоторые люди начинают приглашать людей и готовы даже им вход оплатить. Потому что 100 рублей, которые вы предоставите своему потенциальному партнеру, сразу же вернутся вам обратно. Сразу же. И вы должны понимать, почему некоторые люди так делают. Я просто сегодня участвовал в диалоге в одном из чатов наших о том, что люди говорят, что это плохо. Да почему плохо? У меня есть люди, которые принципиально не хотят идти в сетевой, потому что боятся быть обманутыми, потому что боятся потерять свои деньги. Я ему могу сказать, возьми мои 100 рублей, просто зарегистрируйся по моей ссылке реферальной, просто зарегистрируйся, пришли мне логин, я переведу тебе свои 100 рублей, зарегистрируйся, просто зарегистрируйся. Я пополняю и говорю ему, теперь зайди и нажми кнопку купить, просто нажми кнопку купить. Он покупает, эти 100 рублей вернулись мне обратно. Вернулись сразу же, я ничего не потратил. И он ничего не потратил. И я ему говорю, забудь теперь, просто забудь, все, давай, через неделю спишемся. И я получаю огромное количество комет, которыми я перекрываю его. И через неделю я ему говорю, зайди к себе в кабинет. То есть он зашел, я его закрыл клонами, кометами. Он перешел во второй стол, я его там закрыл кометами. Он перешел в третий стол, я закрыл его кометами. И он заходит, у него 7 тысяч на счету. Он говорит, в смысле? Я говорю, в смысле? Заработал, молодец. Он говорит, а что, так можно было? Я говорю, можно. А что делать дальше? Я говорю, выводи. На карту забирай деньги. Куда выводить? Я говорю, в финансы, заходи, вводи там финансовый пароль, вводи номер своей карты, и тебе деньги придут. Он вводит, через 2 часа ему приходит 7 тысяч на карточку. Работает сетевой там. Он говорит, а дальше что? Я говорю, ничего, заходи еще через неделю. Заходи через неделю, и тут у человека появляется интерес. Тут человек скажет, а подожди, а как разобраться? Скинь маркетинг, как вообще это работает? Почему я раньше не знал об этом? Я ему говорю, слушай, вот есть школа, ссылочка, зарегистрируйся. На школе ему объяснят маркетинг, объяснят, как это работает. И потом он мне напишет, скажет, Дим, слушай, я посмотрел маркетинг, я посмотрел финансы, я получаю по 100 рублей, по 300 и по 900. А как делать так, чтобы я по 2 тысячи получал? Я посмотрел маркетинг, там такие выплаты потом хорошие. Там по 5 тысяч, по 12 тысяч, я видел, люди получают. А он уже в чатах, ему уже интересно. Я говорю, слушай, ну для того, чтобы ты получал по 2 тысячи рублей, тебе нужны личники. Я не могу тебя кометами закрывать в четвертом столе. Только до третьего, извини, я как бы не могу, у меня не летят они туда. Он говорит, что нужно сделать? Я говорю, так же, пригласи человек 15. Дай им каждый, ты же заработал еще десятку, у тебя лежит на счету. Раздай им по 100 рублей, таким же, которые боятся. И его люди встают, он выходит в четвертый стол, закрывается. И у него появляются свои кометы, и он этими кометами закрывает свою первую линию. И тут он уже не человек, который боится сетевого. Тут он не человек, который никогда не занимался сетевым, не знает, как это работает, и вообще стороной все это обходит. Ему уже интересно. И его люди потом спросят так же, слушай, а как мне по 2 тысячи получать? И он скажет, да очень просто. У тебя же выплаты есть? Есть. Приглашай на эти выплаты так же, заведи бесплатно. Плохо это? Нет. Ребята, это процесс вовлеченности. То есть мы даем человеку понять, что это легко. Это легко. Зайди, посмотри, попробуй. Ничего не надо. Не понравится, ты знаешь, где кнопка выхода. Можешь никогда больше не заходить в этот кабинет. Все очень просто. Мы старались сделать так, чтобы в матрицах мог работать любой. Мы говорили вам о том, что когда мы вам презентуем и покажем этот маркетинг, у вас не будет отказа. Ребята, у вас теперь не будет отказа. Так, сейчас я прочитаю вопрос, секундочку. Ответьте, пожалуйста, то есть 100 рублей вход, потом сразу эти 100 рублей вернут на счет, потом ждать, и клоны сами будут идти или к КАУ. Ничего, я не понял. Вы заходите, покупаете место. В идеале вы должны приглашать людей. То есть вы поставили своего личника, вам прилетели 100 рублей обратно. То есть вы зашли на 100 рублей, приглашаете кого-то из своих знакомых, близких, неважно. Он также входит на 100 рублей, вам 100 рублей вернулись обратно. Вы приглашаете еще одного, вам прилетает 100 рублей еще. Еще одного, еще 100 рублей. В идеале, конечно, я вообще рекомендую, у нас основная масса лидеров будет прокупать места сразу же до шестого стола. Почему до шестого? Чтобы вашим, вернее, их структурам сразу же летели кометы в первый и во второй стол. Чтобы вам было комфортно быстро двигаться, чтобы здесь все люди максимально зарабатывали быстро и качественно. И еще очень важный момент, о котором я забыл вам сказать. Забудьте про треугольники. Здесь нельзя зайти треугольником. Вам нельзя купить больше одного места в столе. Не может существовать две матрицы параллельно. То есть только одно место. Одно место купили, больше вы мест купить не сможете. Скажи про десятый стол. Сейчас. А если у меня 8 личников, то как они встанут? Если у вас 8 личников, у вас первые четверо займут первую матрицу, а вторые четверо займут второй стол. То есть у вас встал один человек, второй, третий, четвертый. У вас произошел реинвест. У вас открылась такая же новая матрица, только пустая снизу. То есть вы стоите сверху и у вас 4 места снова пусто снизу. И вы закрываете вашими оставшимися личниками полностью пространство. И у вас происходит реинвест, вы переходите в следующий стол. То есть у вас закрывается стол, вы переходите в следующий стол. И также происходит реинвест, у вас открылась еще одна матрица. Когда любой из ваших личников закроется, он перейдет к вам. Расстановка вручную нет. Здесь расстановки ручной не будет. Функция Build Up здесь не работает. То есть личники у вас встают. Он активировался, сразу к вам встал. В случае, если, к примеру, ваш личник купил место раньше вас. Представим ситуацию. Вы зашли на первый, второй, третий, четвертый и пятый стол. А ваш личник купил первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Он работает, закрывается в шестом столе. Как только вы выходите в шестой стол, при следующем его реинвестии, он встает под вас. То есть пока вас нет в шестом столе, он выходит под вышестоящего. Под куратора вашего куратора. Как только вы вышли, он встает к вам. Реферальная связь не рвется. То есть здесь обогнать своего куратора можно только, если вы купили матрицу выше. То есть если ваш куратор купил только первый стол, а вы первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот вы будете работать во всех столах, и как только он выйдет во второй стол, например, вы встанете к нему. Вы не даете сами расстановку, они встают. Так, с регистрацией сделайте облегчение, единый почтой и телефонный номер тоже единый можно сделать. Нет, нельзя. Для регистрации должна быть индивидуальная у каждого почта. Почему? Потому что в случае, если вы потеряете свой финансовый пароль, вам нужно будет ее восстанавливать через электронную почту. Если у вас на одну электронную почту привязано 150 аккаунтов, то как мы будем восстанавливать вам потом доступ к финансам? Никак. Поэтому обязательно электронная почта должна быть у каждого индивидуальная. Я купила два раза по 500 рублей. Как я встала по столам? Про какие 500 рублей речь? Вы, видимо, говорите сейчас про матрицу STARS. Так, Наргуль пишет, можно матрицу 10-го стола еще раз. Да, сейчас. Сейчас видео закрутится, честно. Ага. Да, тоже хочу слайды. Слайды, ребят, мы сегодня раскинем во все чаты. Также у нас подготовлено уже видео. Промо готовы. У нас уже готовы слайды. У нас уже готовы короткие видео для сториз. У нас мы подготовились полностью к старту. Единственное, что нам немножко задержали по срокам, казахский, монгольский, английский. Они будут тогда, Ильюх, послезавтра у нас уже будут переводы на все языки, которые сейчас востребованы нашими структурами. Сейчас. Запись будет обязательно. Так, слайды будут доступны. Можно почему бы говорить. Могу ли я просто активировать кабинет, если 80 личников зарежем? В идеал, я имею в виду в идеале. То есть это слово такое, это не означает, что я рекламирую проект. Подожди секундочку, я читаю. Я правильно поняла, что если команда 135 человек, и пока у них не будет личников, то они не закроются. Ирина, конечно, они закроются. У вас команда 135 человек. Вы пролетите как минимум до 4-5 стола. У вас пойдут кометы. Вы должны понимать, что кометы идут от вас и от вашего куратора. То есть ваши личники. Ну, к примеру, есть я. Есть у меня вы, Ирина. И у вас есть команда в 135 человек. Вы их всех расставили под себя. Вы получили приличную сумму денег. Вы перешли по столам. У вас появились кометы. Понятно, что ваших комет на них хватать поначалу не будет, пока вы не дойдете до более высоких столов. Но уже начиная с 4-го стола им полетят ваши кометы. И мои кометы им также будут лететь. Они будут закрываться, выходить к вам в 4-й стол. И у них в 4-м столе уже будут появляться свои кометы, которыми они будут перекрывать своих личников. Мы все продумали так, чтобы в принципе человек, даже который зашел на полный пассив, в любом случае здесь заработает. Так, а если на старте рефералы встанут раньше? Если на старте рефералы встанут раньше, то после их реинвеста они сразу же встанут к вам. То есть максимум один круг они постоят не у вас, а у вашего куратора. Они не уйдут навсегда. То есть, грубо говоря, у вас есть... Так, это спрашивает у нас Настя. Настя, вот к примеру, представим, что вы мой личник. Вы пригласили, например, Машу. Маша по какой-то причине купила место раньше вас. Маша встала ко мне. Потом сразу же купили вы. Вы тоже встали ко мне. Маша закрыла себе полностью стол и перешла сразу под вас. Она реинвестнулась к вам. Про Матрицу Старс. Татьяна, как вы встали, это нужно спросить у вашего куратора. Куратор вас расставлял. Дима, оптимальная стратегия входа. Как вам сказать, ребят, оптимальная стратегия входа. Я лично рекомендую покупать места сразу же до шестого стола. И объясню почему. Если работать по такой стратегии, давайте сейчас не будем даже про шестой стол. До четвертого стола вход стоит 4000 рублей. То есть, одно место в первом, втором, третьем, четвертом. Это стоит 4000 рублей. Если мы говорим про вход до пятого стола, это стоит 10 тысяч рублей. И здесь вам нужно понимать, что если вы потратили на вход 10 тысяч рублей, то как только вы пригласите одного партнера на такие же условия, вы 10 тысяч рублей получаете обратно. Пригласили второго человека, и вам 10 тысяч рублей прилетело еще. Пригласили третьего, еще 10 тысяч. Поэтому здесь все зависит от того, как вы хотите работать. Если вас интересует больше работать на низких столах, то работайте там. Оптимальный вход. Чем больше вы купите столов, тем сильнее вы будете помогать своей структуре. Тем больше комет у вас будет вылетать, и тем более высокий уровень комет будет. То есть, если у вас есть структура, вот как пишет девушка про то, что у нее 135 партнеров. Если она зайдет с ними со всеми на один стол, понятно, что у нее комет не будет. Но если у нее есть структура, и она понимает, что 135 человек, это как минимум 13500. Ну зайди сразу до хотя бы пятого стола, чтобы у тебя уже там кометы шли, и этими кометами перекрывать уже своих партнеров. Мы же должны думать не только про свой кошелек, мы же должны думать и про своих партнеров. Если мы приглашаем людей на пассив, то мы должны этот пассив им обеспечить. Соответственно, значит, мы должны зайти в более высокий стол для того, чтобы эти кометы полетели и закрывали наших партнеров, которых мы же пригласили на пассив. И нужно не забывать, что с каждого партнера вы получили 100%. То есть, к вам пришел человек, купил, например, первые три стола, он потратил 1300, и эта 1300 сразу же пришла вам. Побеспокойтесь о том, чтобы этот человек тоже заработал. Так, поздно зашла, маркетинг можно. Маркетинг нужно, в чате будет. Ссылку на чат в ВК дайте. Галина спрашивает, ребят, кто-нибудь скиньте человеку ссылку на чат в ВК. За один стол сколько людей пригласите? За каждый стол сколько получаем? То есть, один стол 100 рублей, два стола 200 рублей. Так, злые, видимо, не слушала. Маркетинг. Сейчас. Второй стол как накапливается, если все деньги идут из рук в руки? Я же объяснил, что на стол накопления идут со второго круга. То есть, после реинвеста у вас будет накопление. Если у вас второй стол еще не открыт, вот вы зашли и купили себе одно место на 100 рублей. Пригласили первого партнера, вам 100 рублей на выплату. Второй партнер 100 рублей на выплату. Третий партнер 100 рублей на выплату. Четвертый партнер реинвест. И после реинвеста у вас идет накопление. Первый партнер накопился, второй партнер накопился. Третий партнер 300 рублей идет на переход в следующий стол. Четвертый партнер реинвест. С третьего круга уже все будет идти только на выплату. Накопление происходит один раз. Марина спрашивает про субтитры. Субтитры будут накладываться позже. У нас есть видеозапись профессиональная. Я сейчас вам ее покажу. Она уже с субтитрами. На этот вебинар субтитры наложат чуть-чуть позже. Сурдопереводчика у нас, к сожалению, в штате нет, поэтому это проблематично организовать. Если у меня 80 личников в старсе, могу ли я просто активировать их в кабинете? Конечно. Это же наша идея. Мы же с этим заходили на рынок, что у нас все регистрации проходят один раз. Никому не нужно перерегистрироваться. Все люди, которые уже зарегистрированы по вашей реферальной ссылке, они остаются вашими партнерами. Они просто заходят в свой кабинет, нажимают вкладочку суперстар, нажимают купить место и они попадают к вам в структуру. В этом же и смысл. Мы же за это же и топим, чтобы вы работали с одной реферальной ссылкой. Чтобы у вас не было 100-500 реферальных ссылок. Человек, зарегистрированный в вашей структуре, остается с вами в старс всегда. Маркетинг готов? Спрашивает человек у нас. Я только что про него рассказывал. Да, он готов, конечно. Оптимальная стратегия входа. Я уже ответил. Добрый вечер. На мой вопрос ответит. Катерина, я не увидел. Повторите, пожалуйста, еще раз. Я не все вопросы читаю. От меня будет очень много комет. Пишет. Круто. Откуда брать финансовый пароль? Финансовый пароль задается в кабинете, в настройках. В картинках, когда будет, бла-бла-бла. Так. Очень много информации, очень много вопросов. Я все прочитать не успею. Для того, чтобы ваши вопросы всегда читали, для этого есть специальный раздел, который называется «Вопросы». Чтобы я не пролистывал весь чат. Если в старсе есть кабинет, суперстарс просто активируется или заново будем регистрироваться. Алия спрашивает. Алия, я уже ответил. Регистрацию повторную проходить не нужно. Я вам сейчас включу видеозапись. Она будет с субтитрами. Там вы сможете все посмотреть. Так, Ильюха, подскажи материалы. Сейчас, ребят, секундочку. Включим вам видео. Я еще сам не видел, но говорят «пушка». Сейчас посмотрим вместе. Готовы? Давайте смотреть. Суперстар. Первая матрица с динамическим ремаркетингом. Мультиматричная платформа Старс запускает инновационный маркетинг в сетевой индустрии Суперстар. Маркетинг призван изменить устоявшиеся правила сетевого бизнеса и запустить новую эпоху матричных проектов. Суперстар – первая в мире матрица с динамическим ремаркетингом, которая открывает предпринимателям новые возможности для заработков сетей. Динамический ремаркетинг предлагает сетевым предпринимателям взглянуть по-новому на работу двух ключевых аспектов – построение команды и закрытие столов. В каждой матрице Суперстар пользователь может приобрести один стол только один раз. Согласно принципу ремаркетинга, при закрытии стола предприниматель не идет в глубину структуры, а просто запускает работу стола заново. Таким образом, работа приобретает циклический характер, исключая привычное движение в глубину. Другим важным преимуществом Суперстар является отсутствие накопительной системы. Все денежные средства распределяются по сети, за счет чего происходят мгновенные выплаты. При этом выплаты производятся за каждого лично приглашенного партнера в стопроцентном размере. Согласно аналитике, при закрытии стола партнер получает доход в три раза больше стоимости места в матрице. Быстрое закрытие столов, стремительный рост доходов наших партнеров и мгновенные выплаты – это то, что обеспечивает высокую динамику работы Суперстар. Отсюда и следует название – динамический ремаркетинг. Важной особенностью Суперстар являются кометы, которые закрывают свободные места в столе партнера. Кометы – это аналог обычных клонов с измененным функционалом. После закрытия места кометы дают выплату партнеру и не переходят в другой стол. Кометы встают только в первый, второй и третий столы. Автоматически распределяются между партнерами первой и второй линии в порядке живой очереди. Кометы – это уникальное явление в мире матричного маркетинга. Преимущество данной технологии состоит в том, что партнеру не нужно закрывать кометы как обычных клонов и строить под ними структуру. Преимущество Суперстар – инновационный динамический ремаркетинг, уникальная технология Комет. Вход – 100 рублей, нет накоплений, 100% средств уходит в сеть. От каждого лично приглашенного 100% выплата. Достаточно одного активного партнера, чтобы начать. Так, ладушки, ребят, многие пишут, что нет видео. Сейчас видео будет во всех чатах. Во всех чатах будет видео. Я остановил, Юля, это я остановил видео. Сейчас видео будет во всех чатах. Маркетинг будет во всех чатах. Дайте мне обратную связь. Понравился вам новый маркетинг или нет? В чате поскорее. Вуу, да, еее. Ребят, я жду от вас такой же активной работы, как вы сейчас плюсуете, как вы ставите огонь, как вы ставите бомба. Классно, супер, да? Я жду, что мы точно так же с вами сейчас поработаем. Я жду от вас такой же движухи в чатах. Мы очень старались. Мы работали очень долго над этим маркетингом. Так, тут просят зайти в вопрос. Скажи, пожалуйста, если личник вперед купился, он встанет. Я ответил. Дима, кометы полетят в первую очередь. Полина спрашивает, кометы полетят в первую очередь, в первую линию, только потом во вторую, или в разнобой. Кометы полетят согласно времени открытия стола. У кого он раньше открылся, кто дольше ждет, тот первым получит. Неважно, первая линия или вторая. Так, ребят, если ко мне вопросов больше нет, я вижу, что всем очень понравилось. Если честно, я просто сам, мне самому не терпится приступить к работе. У меня написан огромный список людей, которых я буду сейчас обзванивать, кому я сейчас буду писать. Вам рекомендую делать то же самое. Если вы не успеете, мы не виноваты. Мы всех предупреждали. Поэтому давайте все работать. Старт у нас будет 16 числа в 16.00. На нашем сайте уже идет обратный отсчет. Пу-пу-пу. Благодарю, огонь. Да, ребят, все. Ребят, всем большое спасибо, что вы пришли. Нас сегодня было очень много. У нас было больше 350 человек. Вы крутые. Давайте работать. Ребят, маркетинг огненный. Просто огненный. Я уверен, что мы просто взорвем интернет. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.